В Умеляновском районе тысячи дачников могут лишиться своих участков. Об этом нам рассказали беспокойные садоводы. Дело в том, что земли, которые официально принадлежат людям, оказывается часть лесного фонда. В проблеме разбиралась Мария Кунская. Яблочки вот эти деревья, теплицы, одна, вторая теплица. Александр Данилович вместе с женой работают на этом участке больше 20 лет. Новость о том, что могут лишиться земли, пенсионеров шокировала. Какие могут быть основания, если я хозяин этого участка. На территории двух садовых обществ Вега и Долина по решению Краевого суда уже изъяли шесть участков. Выяснилось, что земли, которые давно в собственности людей, территория лесного фонда. Возникла такая ситуация, по мнению садоводов и краевых властей, из-за того, что в 90-е годы не была доведена до окончания процедура перевода земель из лесного фонда в садовое пользование. Сейчас под угрозой сноса и изъятия 10-15 тысяч участков. У людей есть своя версия, почему проблема остров стала только сейчас. Кто-то тут богатый собрался построить какие-то крутые коттеджи. То есть такие версии были. Изначально у всех создавалось впечатление, что это какой-то чей-то интерес. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Александр Симоновский рассказал, что создана рабочая группа для решения этой проблемы. Наша позиция, что те люди, которые по вине администрации, по вине существующего законодательства получили дачные участки, их разработали, построили там и не несут никакой личной ответственности за самозахват, должны остаться и жить на этих дачных участках. Сейчас решается вопрос о переоформлении этих земель все-таки под дачное сообщество. Сейчас ряд судов перенесли на август, чтобы начать эти процедуры. Однако процесс может занять и несколько лет. Тем временем суд, если разбирательство и переоформление документов затянутся, может отобрать земли на законных основаниях. Мария Кунская, Евгений Залымов, Вести Красноярск.